Для максимального счастья и максимального масштаба ваших великих совершений, я Дмитрий, каждый день идем к успеху, максимально становясь самыми крутыми, самыми выносливыми, лучезарными и, конечно же, счастливыми. Сегодня мы будем прокачивать наше состояние изобилия. Прямо в практике будем качать его, чтобы его максимально развить в нашем сердце, не переключать за счет, как обычно, зарядка вот в такой вот красоте лесной и сразу же зажгем. Поехали! Слышите, первым делом, как только я зашел в лес, сразу бросилось мне во внимание вот этот вот хруст, хруст вот этих сухих и прошлогодних иголок вместе с шишками, тут еще и ветки, вот, ходишь такой вот и что-то у тебя под ногами хрустит, прикольно. Сейчас, надо мне стескать для зарядочки, вот, хочется где-нибудь на полянке, и максимально. Вот это вот масштаб. Слушайте, реально нравится снимать на широкий угол в такой вот природе, когда вы не просто меня видите, а видите все, что меня окружает практически. Давайте я вам сейчас поверну камеру, чтобы вы максимально погрузились в эту зелень. У нас только все зелено вокруг. Комарики кусают. Ну, конечно же, это природа. Вон, семеля метают. С звуком таким. Ух! Да. Природа. Природа весенняя, весенняя природа. Насколько классно это ощущать внутри. Вот это вот наполненность. Чувствуете? Наполненность. Вот когда листья распускаются. Вот зимой лес пустой. Он пустой. Ну, идет снег. Идет снег, да? И он становится наполненный снежными шапками. Вот. Вот. Сейчас зимой не всегда снег. А если бывает, пройдет и, ну, в такой себе. Но когда снег на температуре, на такой вот плюс небольшой, плюс один, может либо ноль, минус один, и снег идет, и он липнет прям к этим шапкам, создавая такие одеяния. Вот максимальная наполненность. Лесная, снежная получается. Так и сейчас. Вот эта красота вокруг меня. Она столько наполняет. Она само все полное, целое, изобилие. Вот это состояние. Птицы поют. Вот эта природа. Хочется здесь проводить больше времени. Да. Да. Самое интересное, что не вызывает привыкания. То есть, каждый день я уже с какого-то 21 года, да? Три года скоро будет. Ну, до 2, до 3, до 3. 2. 2 года вот уже вот. 2 года, вот уже вот. 2 года, кстати. Вот. Как я по лесу бегаю. И каждый день я бегаю практически в одних и тех же местах. Ну, не в одних и тех же я чередую. Вот. Но, тем не менее, это не вызывает привыкания. То есть, я не чувствую себя, знаете, что, ну, это обычно тоже неинтересно. Каждый раз по-своему интересный лес. Каждый раз. Вот эти вот звуки постоянно разные. Постоянно разные места. Вот, паутина тоже разная постоянно. Пауки. Да. Супер. Вот. Ну, что, поехали. В принципе, уже тема начата, да? Изобилие. Состояние, изобилие будем сейчас максимально качать. Вот я вот то, что я вам говорил, вы это прочувствовали? И когда вы это чувствуете, вы наполняетесь. Вы наполняетесь всем своим сердцем вот этим вот состоянием, вот этим вот ощущением наполненности. Сейчас перейдем немножко к бытовым ситуациям, которые опустошают. Точнее, они должны наполнять, но это мы решаем, правильно? Своими, я своим реагируем, мы решаем, будет ли он так, пустошать, поступить наполненность. В любой ситуации, которая на жизни происходит, она нам создана, создана эта ситуация для того, чтобы мы наполнились. Как бы вы сейчас не говорили, как бы вы сейчас не вспомнили, да, чтобы вы наполнились. Чтобы вы наполнились опытом, чтобы вы наполнились, чтобы вы стали мудрее. Вот. И если мы постоянно, вот утром просыпаясь, да, что вы чувствуете? Что вы чувствуете, просыпаясь утром? Какое у вас состояние? Выспанности, наполненности или убитости, разбитости? Или какая-то там мысль закралась, и вам мешает почувствовать это вот на полность? Как почувствовать максимально, как ее прокачать? Вот это вот состояние изобилия. Когда ты чувствуешь, что у тебя есть простые вещи, у тебя это есть. У тебя есть одежда, которую ты мочишь, у тебя есть обувь, в которой ты ходишь, у тебя есть квартира, в которой ты живешь, у тебя есть работа, у тебя есть зрение, у тебя есть способность ходьбы, у тебя есть вот это вот все, что у тебя есть. Это говорит о том, что ты наполнен, что у тебя это есть. Но когда мы начинаем концентрироваться на том, чего у нас нет, чего нам не хватает, в каком мы состоянии начинаем пребывать? В состоянии нехватки, в состоянии, как будто тебе чего-то недостаточно. И это состояние никак не забилие, это состояние недостатка. И вот мы сейчас пришли к той мысли, которую нужно для вас, вам нужно ее прокачать, эту мысль. Очень важно, очень важно, чтобы не происходило вокруг, какие-то ситуации тебя вокруг не прокачали, ну там не кидали с остальных сторон. Внутри, а в состоянии внутри, в сердце, глубоко в сердце, ощущать изобилие. Это очень важно. Ощущать изобилие в сердце, изобилие. Быть благодарным за то, что у тебя есть. Быть благодарным за то, что у тебя, допустим, даже из этого нет, но это могло бы быть, представь, представь, что у тебя чего-то нет. Ну, смотри, мы когда думаем, что вот у нас нет, нам плохо, а мы должны, по сути, представлять, если мы что-то хотим, как вот погрузиться в себя, погрузить себя в изобилие, если у тебя чего-то нет для того, что у тебя этого нет, и ты недоволен тем, чего у тебя нет. Как погрузить себя в состояние в этот момент в изобилие? Представь, что это у тебя есть. Представь, на секунду, представь, что это у тебя есть. Даже не на секунду, а просто погрузить как можно дольше. Погрузись в это состояние наполненности. Представь вот эти вот ощущения, прочувствуй. Это вот и есть состояние изобилия. Даже если у тебя нет, ничего не составит, не составит труда никакого представить вот это состояние. И что бы было, что бы ты чувствовал, если бы это у тебя было, как бы ты себя ощущал, всем сердцем ты бы чувствовал счастье. Вот это вот счастье, это ключик к изобилию, ключик к нашему успеху. Потому что чем чаще ты находишься в состоянии наполненности, в состоянии избыточности, тем чаще ты делишься этим сокружением. Благо дари, благотвори, благотворительность, да? Ты когда в состоянии переполнился, наполнился, тебе хочется раздавать, тебе хочется делиться этим состоянием. И ты делишься с ним. Делишься с ним, делишься с окружением, с моим состоянием. Наполняешься, переполняешься, делишься, тебе хватает, ты переполнил. И ты делишься, а ты еще больше будет этого счастья, потому что взаимоотвент происходит энергия, ты отдаешь. и тебе приходит ты отдаешь тебе приходишь ты счастлив ты наполнен ты этого счастья отдаешь тебе приходит еще больше счастья вот и все вот и важный не обиде состояния без обиде как он чаще в своем сердце я обращаюсь до рекомендации после окончания